приветствую вас на нашем канале посвященному ремонту квартир своими руками в этом видеоролике я покажу как сделать полотенцесушитель так чтобы когда вы наклеите кафель полотенчик у вас был по уровню и так и по горизонтали и по вертикали от стены давайте посмотрим то есть у нас вот ванна уже подготовлена под кафель осталось вот этот короб зашить зашить трубы в короб и так смотрите вот у нас полотенчик сейчас он повешен правильно как должен быть и так самое главное вот у нас идут вентили вот здесь вот у нас будет короб дальше отойду чтобы понятно было когда приваривается полотенчик нужно смотреть чтобы вот эти вот вентили были на одном уровне для чего для этого мы сразу выставляем вот место как сказать вот вот у вас будет вот это вот будет короб здесь и здесь вот где профили прибиты то есть короб у нас как раз под плитку плитку нас 20 сантиметров ширина то есть вот у нас тут 16 сантиметров а когда при прикрутится гипсокартон с одной стороны с другой стороны плюс кафель плюс клей то вот у нас где-то выйдет 20 сантиметров теперь когда мы привариваем полотенцесушитель смотрим чтобы во первых вот это вот было по уровню чтобы вот эти вот вентили у нас были по уровню ну единственное тут маленько не всегда какой-то смещен потому что сам полотенчик немного изогнут и если там сделать по уровню так то сам полотенчик тогда будет не по уровню нам все-таки нужно чтобы вот здесь было обязательно по уровню так когда плитка наклеится пошла вот это все видно там что-то неровно и так и вот здесь вот смотрите вы когда делаете этот короб учитывайте что вот прикручивается гипсокартон то есть у нас 12 с половиной сантиметров врага стойки ой 12 с половиной миллиметров врага стойки и плюс к нему еще идет примерно миллиметров 6 клея для кафеля и сама плитка то есть она где-то ну пусть 6 или 8 миллиметров то есть у вас должно получиться что плитка как раз где-то будет вот здесь вот и все вот у вас из-под плитки сразу выходит вентиль и здесь то же самое то есть вот она у вас до сюда примерно плитка дошла ну там может чуть-чуть там не до сюда здесь тогда просто красим белой краской вообще как бы кстати трубы надо покрасить вот белой краской потому что чтобы не ржавели дальше ну или там просто анти ржавчиной там какой-нибудь там краски специальные там растворить ну а здесь если что-то маленькое все-таки кусочек остается ну это все закрашиваем белой краской и тогда это как бы все нормально так далее вот это вот как бы ну важно понять то есть это нужно параллельно делать как отделочнику допустим кто у вас делает или вы сами и параллельно кто варит трубы вот эти вот полотенца переваривать полотенца сушить сушить со старого на новый иначе у вас получается пришел там сварщик допустим наварил что-то вы потом начали все это выставлять у вас все это неговно оказалось приходится заново вызывать сварщика переваривать то есть как бы отделочник вроде не виноват и сантехник не виноват на самом деле виноваты оба так как одному без разницы и второму без разницы ну как это обычно делается то есть нужно за этим смотреть тем более если вы сами делаете и теперь еще одно вот здесь вот тоже должен быть уровень ну может быть небольшой заварку в районе сантиметра пол сантиметра так как полотенчик тоже немного изогнут то есть все равно он прям идеально ровно он не будет никак то есть когда вот у вас приваривают трубу вот она у нас сейчас идет по уровню и вот здесь вот по уровню выходят вот эти вентили на полотенчик если полотенчик когда прикручивается он у нас как бы ну как объяснить от стены он тоже по уровню то есть вот этих местах вот здесь вот он одинаково и вот здесь вот он одинаково от стены то есть получается должно быть вот здесь одинаковое расстояние также вот здесь должно быть одинаковое расстояние от стены все потому что когда у вас приклеится кафель то есть если там куда-то полотенчик или туда развернут или сюда это тоже будет видно ну и от кафеля еще учитывайте что от стены тоже будет клей плюс кафель то есть еще должно быть расстояние здесь в принципе наверное на этом и все и как бы у нас получилось что здесь еще кафель будет тоже то есть чтобы здесь тоже было расстояние получилось что там уперлась или приварили а потом оказалось что он вообще там ушел вот так вот кафель на него все это надо смотреть и когда еще делаете вот этот короб вот здесь вот учитывайте что вот эта труба как правило она завалена в какую-то сторону то есть мы от этого завара вот допустим у нас здесь минимально профиль к трубе вот он идет 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 а здесь вот какое расстояние то есть профиль у нас по уровню труба завалена и с другой стороны также вот она идет 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 то есть когда вы вот это вот прибивая коробушку будете лепить то она будет от самой там заваленной допустим стороны там трубы и от нее вот надо уже чтобы выходили там вот столько-то расстояние и вентили пошли как бы надеюсь более как-то понятно я это объяснил в общем то и все заходите на наш сайт евроремонт точка ру там лично мною сделанная квартира фотографии как сделать дешевле ремонт описание какие-то там установки там инсталляции и так далее подключение электричества ну и тому подобное до свидания